Привет! Мусоросжигательный завод в Риге, который будут строить или не будут под вопросом. Короче, слушай меня внимательно. Наших депутатов везут на завод и покажут, что он безопасный. Ну, депутаты же дураки. 10 тысяч подписей собрали, да? Ну, люди же идиоты, правда? Надо отвезти депутатов и показать им, что завод нормально работает. А для тебя, ты же не депутат, не поешь, для тебя ссылка. Ты не можешь себе представить, насколько она круто сделана. Ты заходишь онлайн и можешь онлайн гулять по заводу и смотреть, насколько он безопасный. Я не понимаю, чего вы выступаете против завода по сжиганию мусора. Но давай зайдем на ссылку, посмотрим, чего вы боитесь. Все же открыто. Смотрите внимательно. Вот заводик, видите? Сейчас нажимаем на него и прогуляемся по нему виртуально. Ты не представляешь, ты можешь гулять по этому заводу вот где угодно. Давай зайдем, посмотрим. Вот сюда. Хочешь зайдем, посмотрим? Что-то не открывается. Давай вот сюда зайдем. Ты погляди, как все сверкает и как все чисто. Ты погляди, тут ни пылинки, ни соринки. А вы не хотите мусорно-сжигательный завод строить? Да в офигели. Вы посмотрите, как все круто сделано. Прям вот все офигенно. Ладно, там строители могут сказать, что ранилу вот так не ставят. Если так поставили ранилу, вот каждый шуруп здесь виден, да, то это явно какие-то не специалисты делали. Если труба уже сгнила, смотрите, она вся в ржавчине, да, это все мелочи. Это косметика, это все можно покрасить. А то, что трубу, вот ранилу вот так вот ставили какие-то лохи, ну мало ли, ну а что вы строители когда-нибудь нанимать пытались? Все в жизни бывает. Это мелочи, на это не обращайте внимания. Посмотрите, насколько прекрасный завод. Вот смотрите, вот сюда заходим. Вы поглядите, насколько прикольная и чистая мусоросжигательная станция. Слой пыли, не обращайте на нее внимания. Убрали и убрали. Все красиво. Я не понимаю, что вам здесь не нравится. Вот смотрите, куда еще вам тут нажать, например. Везде есть номер телефона и картинка человека. Вы хотите, сюда нажмем. Смотрите, например, вот приехал мусорный контейнер. Ну, что здесь может быть? Ну, может быть, загорелся мусорный контейнер, видимо. А трактор, это пожарная машина. Он его тушит. И ты прикинь, сколько, блядь, здесь дыма. Это все, чтобы ты понимал, это фильтры в этом заводе. Там все отфильтровывается. Там опасные дымы при горении вообще никуда не выходят. Ну, ты же видишь, что вот этот вот зал весь в дыму. Ну, ладно, это какое-то недоразумение. Ну, с кем не бывает. Ну, подумаешь, что-то там, видимо, пошло не так. Все к чертовой матери в дыму. Какой фильтр? И все, он выходит на улицу, понимаешь? Это же все фигня. Вот сейчас приехала пожарная машина. Вон, видишь, значок. И она сейчас все потушит. Вот она машина. И она чш-чш-чш и все потушила. И проблем-то, делов-то. В целом-то завод-то посмотри. Он просто идеален. Там абсолютно не к чему придраться. Ну, смотри, например, подтянул. Вот рядом с заводом канава такая, да? Там, конечно, можно придраться к ней. Но зачем? Можно же просто подтянуть и посмотреть. Вот видишь, зеленая трава. Идеально зеленая трава. А вот голубая чистейшая вода. Ты же видишь вот это вот, вот это вот, вот это молоко. Это с тех самых коров, которых доили на пастбище только что. И вылили это молоко в реку. Вот видишь, это слышал, может быть, молочные реки, кисельные берега. И вот это молоко течет. Но это вода. Это завод, к этому никакого отношения не имеет. То, что вот этот вот сорняк, он бы там просто так не вырос, да? То есть, это, видимо, не один, два, три дня, а постоянная история. Вот. Это никого не волнует. Главное, ты поверь, этот завод, он экологически чистый. Вот посмотри, какая зеленейшая елка. Голубейшая просто вода. Ты прикинь, это говорит о чем? Что очистные сооружения на этом заводе работают. И чтобы ты понимал, чтобы ты вообще понимал, это лучшие фото этого завода, которые они могли только придумать. Вот лучше просто не придумать. Вот. Понимаешь? А ты не хочешь этот завод строить. Ну, подумаешь, усрали вот эту реку вот молоком каким-то. Ну и что с ним? Кому эта река вообще нужна? То, что там дым идет не из трубы, а за всех щелет. Да кого это волнует? Посмотрите, насколько красивый завод. Ну, он практически идеален. Что вы против него вы встаете? Ну, я не понимаю. Вот. Посмотреть тут просто все загазовано к чертям собачьим. Но это же облака. Это, знаешь, как фабрика по производству облаков. Вот отсюда херячь это облако. Видишь, что здесь, что здесь. Свет практически облачный. Но это же нормально. Молочные реки, кисельные берега, облака производим. А чего вы хотели-то? Труба вам нужна там 80 сколько метров, да? Вот это вот. Да нахрен труба. Посмотри, что это отсюда валит. Просто погляди. Вон, просто погляди сюда. Вот эта хрень вот, да? Это же что? Это не закопченное. Это как это правильно называется? Ну, ты понимаешь, когда в атмосферу идет дерьмище, и конденсант образуется вот на этой части. Видишь? Вот прям все зафоршмачено. Но на это не стоит обращать внимание. Завод нам нужен. Потому что сейчас мы можем собрать людей. Там есть важные специалисты. И они все прям, прям все, все, все расскажут и покажут. А для лохов заходите и смотрите, как отлично работает этот завод. А сюда мы на этот завод дальше отвезем депутатов. Они нам расскажут, что все хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...